Елена Кувшинникова, поэт, член Союза писателей России, лауреат премии имени Николая Николаевича Благова, главный редактор литературного журнала «Симбирск». Дорогие друзья, очень рада приветствовать вас в нашей литературной гостиной. Сегодня я познакомлю вас со своим творчеством, прочту стихи разных лет. В программе также прозвучат песни на мои стихи, автор музыки, ульяновский известный музыкант, педагог Елена Ушакова. Все начинается с детства, и именно в детстве в школьном музее литературно-краеведческом. В моей душе возник интерес к поэзии, к поэтам и писателям родного края. Но тогда я еще не знала, что это будет делом всей моей жизни. А сейчас, создавая журнал «Симбирск», я радуюсь, что занимаюсь любимым делом. Но за поэта больше говорят его стихи. Хочу представить их вашему вниманию. Ты помнишь, я птицей была, и песнь соловьиную пела, а песня звенела, звенела, как два удивленных крыла. Да славятся чистые дни, где верилось в счастье, верность, незыблемость и неизменность. Ты память о них сохрани. Когда-нибудь дерзко-смела, взлечу высоко и крылата, ни слов не оставлю, ни даты. Ты вспомнишь, я птицей была. Мне радостно тобой владеть, не обладать и не иметь, а тонко так владеть тайком, как ночь овладевает сном, как лес дождем, как осень ветром. Так, впрочем, стоит ли об этом? Давай-ка лучше о другом. Я расскажу тебе о том, как радостно тобой владеть, не обладать и не иметь, а тонко так владеть тайком, как ночь овладевает сном, как лес дождем, как осень ветром. Не играй в мою игру, не кружи, как ворон рядом, я тебе не поребру, было чудом, станет адом. Не смотри же, арабев, мой всесильный, мой всеслабый, я тебе не по судьбе, а могла бы, а могла бы. Март жадно ловит воздух ртом и упивается, потом с торжественностью тает, апрель ступает на порог, он ветреный, как юный бог, он ласточкой летает. Безудержный, веселый май приносит гуман птичьих стай, струится, игра хочет, не разобрав, не различив, всех воре разом излечив, без умолку хохочет. Стихи о родном, о близком, о том, что дорого душе, как липа цвела. Как липа цвела музыкально на круглой поляне в лесу, и спину держа вертикально, и ветви держа на весу, она наслаждалась простором, в гармонию погружена, и птичьим невидимым хором легко управляла она, и эти потоки зеленых, летящих, поющих ветвей, сливались в единую крону, и солнце сияло над ней. И еще такое стихотворение в продолжение первого. Я не хочу отсюда уезжать, я просто не сумею оторваться, любить родное, сердцем принимать, здесь выпало. Родиться и остаться, здесь кажется просторней небосвод, и волжский ветер рощу обнимает, ту самую, где все еще цветет, как в песне моя липа вековая. Стихи, посвященные моим родителям. Дон Кихот Он верит в добро и ласку, волшебные чудеса, и верит по-детски в сказки, он их сочиняет сам, а как запоет, так снова счастливой душа взлетит, избавит от наносного, и музыкой защитит. Сестра моя, не печалься, ведь чтоб одолеть беду, понять, Дон Кихотство счастье нам писано на роду. Одна по наследству льгота, добром отвечать на зло. Мы, дочери Дон Кихота, нам здорово повезло. Маме. Это стихотворение уже написано после ее ухода. Где-то теперь я не могу спросить, нельзя тревожить смолкнувшее эхо, и лишь молитвы тоненькая нить с трудом латает на сердце прореху, молчание оглушающе звенит, но превратиться в тишину не может. Моя душа во всем себя винит, себя винит, но это не поможет тебе. Скажи, как заглянуть за край туда, где ты сейчас? Там все иначе? Скажи мне, мама, там и вправду рай, но ты молчишь, и я молчу, и плачу. Что там, сноб света? Черная дыра? О, где ты? Где ты? Ах, не спра, не спра. Конечно, большая радость жизни – это наше продолжение, наши дети. Стихотворение «Ожидание чада, ожидание чуда» дало название выставке и ежегодному традиционному мероприятию, встрече в Музее народного творчества, где собираются будущие мамы. «Ожидание чада, ожидание чуда, здесь любовь и отрада прорастают повсюду, как трава, как деревья, к небу, солнцу и свету, напряжением стебля отворяется лето, поплывет в сердце радость позолоченной лодкой от чудесного взгляда малыша-первогодка, будет дивная дивом, будет новая новью, а ребенок красивым, защищенным любовью, и наполнится вера Богородицы светом, отворяются двери в плодородное лето». «Чем бы не увенчалось замысловоплощенье всех осенит в начале таинства нареченья и дохранят вас странно, явственно и незримо пушкинская Татьяна, пушкинская Арина». Это стихотворение посвящено моим детям Татьяне и Ирине. «Иное настроение». Затишье ожидание письма Открыта дверь в иное время года И лето в предвкушении Перехода Застыло Призадумавшись Весьма Есть дни, когда, Как тихая река Замедленно Текут Часы И мысли И пауза Высокая Зависла Как над Мольбертом Легкая Рука С прямого Перехода Я сверну И доберусь Окольными Путями Туда, Где осень Нежными Мазками К зеленому Добавит Желтизну Не трудно Мне Дорогу Выбирать Семь Верст Пройду Все лесом 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 Мой Путь земной Сольется С поднебесным А там И до небес Рукой Подать Я тебе говорила А может быть Даже писала Что цветут Маргаритки В моем Покаянном Саду Что созрели Опалы А в них Прорастают Кристаллы И мерцают Как тайна И каждый Похож На Звезду Забытье Маргаритки Опалы Страна Сновидений Так богата Она Так щедра На любовь Без вины На восторг Совпадений На пышность Воздушных Растений Словно Признанный Гений Мои Режиссирует Сны Это Замкнутость Круга И странное Чувство Покоя Оттого Что его Не удастся Уже Разомкнуть Это Пенье Прибоя И крови Волненье Морское Но всегда В голубое Впадающий Солнечный Путь Воскресенье Ты слышал Прошел Фестиваль Сновидений Там По-детски Серьезно Играют Взамри Отомри На экране Небес Плещут Полосы Света И тени В завершении Просмотра Мой сон Получает Гран-при Чтобы стихотворение Зажило Эпиграф Строчка Из стихотворения Евгения Извариной А ты подуй Оно И заживет Костер займется Пламя заиграет А ты подуй Подуй И боль Уйдет Соднящая Сквозная Стиховая Утихнет Успокоится А там Рукой подать До берега Такого Где благодать Дается По стихам Где Оживает Сказное Слово Что делать Если голос Заперт Глухой стеной Тоска Встает Храм Опустел Безлюдно Паперть Никто Тебе Не подает Осталось Всем Нутром Всей Кожей Всей Верой Доживем И мы До квартета До последнего Доживем Не из басни С ее моралью А из пьесы О нищете Духа старости И печали Осень Питерский БДТ Трагефарсовая Затея Улыбаясь Идти Ко дну Это Мужество Жить Надеясь Лишь на музыку На дну Нет Прочней Такой Опоры Нет Надежней Такой Стены Дом Презрения Дом Актера Дом Прощения Чужой Вины И Раскаяния И Прощания Только Музыкой Передать И Последнее Целование И Последнюю Благодать Робкой Просьбой О Милосердии Застывают В груди Слова Это Музыка Это Верди Голос Отнят Душа Жива И На Молчание Есть Запрет И На Слова Я Не Жива Выхожу На Свет И Не Мертва Это Софитов Острый Нож Дружная Рать Так же Как Слово Ты Даешь Можешь Отнять Воля Твоя Услышь Скажи Пастырь Робе Я Б Отдала Тебе Всю Жизнь Только Тебе Пора Ученичество Что ли Продлилось До Желтых Лесов Но Познана Поздняя Воля А В небе Венки Голосов Когда Даже Сквозь Тайну Пророчеств Мне Истина Будет Видна Из Зерен Моих Многоточий Светло Прорастет Тишина Поэт Зинаида Миркина Писала Учителей Много Учеников Нет Пусть же Продлится Благословенная Пора Ученичества Впереди Свет Дорогие друзья Мы рады Приветствовать вас В нашей Литературной Видеогостиной Сегодня Этот выпуск Посвящен Моему творчеству И Я рада Что прозвучат Песни В исполнении Елены Ушаковой Преподавателя Областной Детской Школы Искусств Известного Ульяновского Музыканта Композитора Она Автор Многих Песен На стихи Ульяновских И Не только Авторов Мы Представим Вам Нашу Литературно-музыкальную Композицию Душа Открыта Жизни Новой Елена Кувшинникова И Елена Ушакова Больно От замедленного Жеста Кто-то Водит Камешек По Жесте Сердце По Разбитому Стеклу И этот Скрытый Кто-то Вечно Водит Выкликает Ищет Не находит Продолжает Странную Игру Ваших Темных Правил Я не знаю Не хочу Играть И Не играю Но Зловещий Папортник Цветет Кто-то Скрытый Тоненько Вздыхает Не мою Ли Совесть Окликает Не мою Ли Душу Продает Как На красоту Мою Люди Завятся А за Чистотой Моей Ходят По Воду А над Простотой Моей Насмехаются А за Доброту Мою Платят Золотом Только За душой Моей Ходит Сорок Бед Да Не потому Ли Так Сердце Мается Позову Я Милый Мой Тишина В ответ А Взмолюся Господи Откликает Откликает Откликается В сиреневых Предместьях Тишины Там Где Клубятся Будущие Сны Тебе Спросить Труднее Чем Ответить Труднее Чем Родную Душу Встретить Все Легче Чем Томиться Без Огня Я Рядом Я С тобой Спроси Меня Я Тебе Говорила А Может Быть Даже Писала Что Цветут Маргаритки В Моем Покаянном Саду Что Созрели Опалы И В Них Прорастают Кристаллы И Мерцают Как Тайна И Каждый Похож На Звезду Забытье Маргаритки Опал Страна Сновидений Как Богата Она И Щедра На Любовь Без Вины На Востог Совпадений На Пышность Воздушных Растений Будто Признанный Гений Мои Режиссируют Сыны Это Замкнутость Круга И Странное Чувство Покоя От Того Что Его Не Удастся Уже Разомкнуть Это Пенье Прибоя И Крови Волненье Морское Не Всегда В Голубое В Подающий Солнечный Путь Я Тебе Говорила А Может Быть Даже Писала Что Цветут Маргаритки В Моем Покаянном Саду Что Созрели Опалы И В Них Прорастают Кристаллы И Мерцают Как Тай И Каждый Похож На Звезду Ты Уедешь И я Успокоюсь Занавешу Листвою Проем Нарисую Взлетающий Поезд Зеленеющий На Голубом Меж Землею И Небом Пространство Между Небом И Вечностью Взлет Остывающий Оклик Останься Мне Бесстрастное Эхо Вернет Ты Летящий По Верхнему Краю Возвышайся Срывайся Держись И Оставь Как Тебя Оставляю На Земле Не На Смерть А На Жизнь Он Уезжает Уезжает И Поезд По нему Скучает Со всех вокзалов Фонари Тоскуют По нему А сами Любви Медовыми Глазами Гипнотизируют Замри Всех странно На него Похожих Всех Приезжающих Прохожих Пока Невидимый Перрон Не Просигналит Это Он А дальше В путь Ему На дне Трястись Зеленой Западне В пунктер На легкий Сон Впадая Мигать На вспышке Фонарей И повторять Скорей Скорей Молитвой Поезд Подгоняя О, лыжает Лыжает О, лыжает Лыжает Живу От октября До октября По осени Мои болезни Резче Я не прошу Спасти Или облегчить Одно прошу Скажи мне Что Не зря Увы Нас Возвышающий Обман Беспомощен И горько Очевиден Как жить Чтоб Не задеть И не обидеть Как избежать Самой Обид И ран Иду По жизни Всех Благодаря Кто мне помог И сердцем И рукою Ищу добра Гармонии Покоя Так и живу Скажи мне Что Не зря Мягким Угадать Не зима Еще на все Ножи Слышно Слышно Как метет Как бежит Мороз По коже Скоро Новый год Мягким Легким Невесомым Снегом На дома Лег на Яр Сыпучий Слон Это не зима Скоро Скоро Радость Будет Надо Ждать Жить И пересечением Судеб Наших Дорожить Не зима Еще Но все Же Слышно Как метет Как бежит Мороз По коже Скоро Новый год Мягким Легким Невесом Снег На Дома Мягким Легким Невесом Снег На Дома Красные Лисы Элитны Мечутся Ненасытны И легкомысленно Слитны С чем-то Что тайно Болит Бывший Пожар Золотится Углями Цвета Жар Птицы Дунешь И в дым Превратится Вспыхнет Исчезнет Сгорит Все Что прошло То прекрасно И с ощущением Неясным Как вероломно Опасно Скользкая Яма Письма Скрою Конверт И предвидя Белое слово Обидел Взяв Краснолисы Нити Пламя Раздую Сама Ясно Ясно Гори Гори Ярко Нет Мне чудес Не подарка Жить Под возвышенной Аркой Лед Превращая В огонь Он еще Жив И отважен Даже Стараниями Ваших Рук До сих Пор Не погашен Так Уберите Ладонь Что Не гасить А погреться Боже Оттаяло Сердце Вы же Привыкли Смотреться В зеркало Северных Льдов Что Пусть Горит Не сгорает Снова Костер Расцветает Снова Искрица Мерцает Легкое Слово Любовь Я вам Больше Не нужна С облегчением Вздохните Жизнь Свою Соедините Без Отпавшего Звена В чем Беда А в чем Вина Не судите Не гадайте Вы не знали Но так знайте Я вам Больше Не нужна Мелко Ваше Озеро Мутная Вода И напрасно Маните Вы Меня Суда Брошу Вода Перстенек Поднимает Муть Мелко Ваше Озеро Мелко Ваше Озеро Мелко Ваше Озеро В нем Не Утонуть В зеркале В зеркале В зеркале В зеркале Темном Лик Чей Аркули Церковь Ли Выткали Сонмом Ре Чей Ужили Ширили Кружева Сшили Мне На Ряд Кто Жи Ты Каешься Клонишься Кажешься Ка Ряд Плачешься Плачешь Ли Любишь Ли Образом Чудится Паник В зеркале В зеркале Взоры Померкли Двойник День Долг День Долг А будет еще Длинней Опустится Пог Из прожитых Нами Дней За тканью За гранью Сквозь черную Ночь Стыда Спасеньем Посланием Перцает Одна Звезда День Долг День Долг А будет еще Длинней Опустится Пог Из прожитых Нами Дней Сквозь Утренний Холод Растет Колокольный Звон День Долг День Долг А слышу День Дон День Дон День Дон День 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да не вчера ли в усадьбе летом на виду? Из самовара вечерами выпили деревенский чай, Английский спли, хандра, печаль, всё повторяется. Однако теперь другие здесь инако, Замыслившие свой полёт привычно. Палакейский Яков из царской рюмки водку пьёт. Раневская ему прислуга, земля вращается по кругу, Что быть должно произойдёт, и не минует нас. Печаль в конце нежнее, чем вначале, И плавно душу бороздя, Хандра деревня, хлам чердачный, Соседи гости, холод дачный, Уж за полночь, а всё не спят опять, А в вечном и высоком беседую. Глазами окон ночных белеет кисия, И астры, стало быть, белеют, И я живу здесь, как умею, А может быть, уже не я. А может быть, уже не я. О, как я нещедра, Как медлю я с ответом, Так зимняя игра Паукается с летом, Так стаи облаков Спят в глубине колодца, Так первая любовь В последней отзовётся. О, как я нещедра, Всё видя, замечая, На годы замерла, Молчанье расточая, Ни голосов, ни лиц В исходе лет на склоне, Мне ангел, как птиц, С протянутой ладонью Кормить. volumes О. О. – обессилена не от бескрылости от того что все шире крыла жду единственной божеской милости чтобы выше подняться смогла и взлететь всем размахом всем трепетом погрузиться в небес глубину вслед за тоненьким ангельским лепетом всей душой обрести тишину пусть будет пусть она войдет медлительно и царстве наступая пусть снова это чудо снизойдет листвой как благодатью осыпая ты поплывешь в листве осенний сон тебя обнимет укачает нежно и пусть приснится что весь мир влюблен в тебя по-детски радостно безгрешно как хорошо в осенней тишине все плыть и плыть пути не различая к тем берегам которые во сне нас ласковой мелодией встречают пусть будет осень ах я не знаю боль это или благо светлана кекова и боль и благо благо боли весна опять к нам благоволит вернее сказать благоволит вновь из окна открылся вид на волгу после пробуждения зеленых веточек сплетенья освобождает от обид а если сверху с высоты взглянуть на волгу и мосты но муравьишек человечих почуять мелкость всех невзгод понять всем сердцем все пройдет лишь то что свято будет вечным любовь свята и жизни ось вся проросла в нее насквозь и превратилась в древо рода а в кроне дети соловьи поют о будущей любви над ними небо свод свобода такой простор такой размах и в очищающих слезах душа открыта жизни новой сквозь наслоенья дней и лет дай бог сберечь нам тихий свет под сердцем бьющегося слова прозвучала литературно-музыкальная композиция стихи Елены Кувшинниковой музыка Елены Ушаковой Благодарим вас за внимание музыка 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 музыка